Влияние бренда на потребителей, спрос и продажи Исследования доказывают, что человеку крайне важно казаться похожим на других и восприниматься адекватно окружению. Здесь кроется ключ влияния брендов на покупателей, уровень спроса и продаж. Рассмотрим основные законы этих процессов. Влияние на потребителей Каждый бренд рекламируется как минимум дважды. Сначала компанию запускают рекламодатель, а затем подключается сарафанное радио. Брендирование – это долгосрочное капиталовложение, решающее следующие вопросы. Повышение узнаваемости продукта, выделение оффера среди конкурентов, создание привлекательного образа у клиентов, укрепление доверия, привязка позитивных эмоций от продуктов к бренду, формирование костяка верных пользователей. Помните, что бренд не комплекс логотипов цветовых решений и иконок. Это некое послание потребителям. Факт покупки должен говорить что-то конкретное о человеке. Удачно брендированные товары прекрасно продаются во многом за счет лояльности аудитории. Мировые бренды сегодня составляют культурный код нашей планеты не менее, чем классическая музыка, кинематограф, литература и традиционная национальная культура разных народов в целом. Последовательность формирования бренд-стратегий Мысли глобально, действуй локально. Вот девиз профессиональных бренд-менеджеров. Как разработать стратегию брендирования? Во-первых, проанализируйте миссию бизнеса. Во-вторых, определите желаемые характеристики бренда. В-третьих, проанализируйте запросы целевой аудитории. В-четвертых, сформулируйте миссию бренда, основные ценности, пользу для потребителей, преимущество перед конкурентами и цепочку ассоциаций. В-пятых, подробно проработайте маркетинговые материалы. В-шестых, определите каналы для общения с покупателями и разместите по ним маркетинговые сообщения. В-седьмых, проработайте четкую последовательность действий по продвижению. В-восьмых, подсчитайте предполагаемые ключевые показатели эффективности. И в-девятых, отслеживайте процесс и корректируйте время от времени свою стратегию. Вопросы ценообразования. Есть несколько степеней известности торговых марок. Именной бренд или брендированный продукт. Топовый товар, один из ведущих на рынке. Широко признанные торговые марки. На современном рынке сама известность бренда уже воспринимается как товарная категория. Здесь во главе угла стоят нематериальные активы, цена бренда, влияние торговой марки на аудиторию, потенциал увеличения прибыли. Известность можно монетизировать. И весьма неплохо, потому что цена формируется из средней стоимости подобных товаров на рынке и надбавки, которую пользователи готовы отдать за ваш бренд. На этом пост видеоблога LP-генератор окончен. Если вам понравилось видео, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на наш канал и смотрите наши другие видеоматериалы. Я желаю вам высоких конверсий и всего хорошего.